Молодежь Верхневолжья, не будь равнодушной, помни свою историю своих прадедов, своих героев. Под таким лозунгом 7 ноября в ДК «Пролетарка» прошел патриотический детско-юношеский фестиваль кинотворчества «Правнуки Победы», посвященный осмыслению молодежью наследия своих прадедов, участников Великой Отечественной войны и сохранению памяти о своих родственниках, героях того времени. Наша съемочная группа присутствовала на открытии мероприятия. Они правнуки Победы. Они не просто знают историю Великой Отечественной войны, но и занимаются ее изучением, сохранением и оформлением, причем очень творчески. В формате видеосюжетов, фильмов, создают альбомы. Так школьники рассказывают своим друзьям и одноклассникам о своих родственниках, защитниках Родины, участниках Великой Отечественной войны. Собственно, именно это и было главной целью Патриотического детско-юношеского фестиваля кинотворчества, который был инициирован Тверской епархией. В 1935 году мои прабабушки и прадедушки поступили в Ленинградский институт на лечебный факультет. И окончили его в 1940 году, и мы тут же собирали свадьбу. Однако вскоре им пришлось это учиться. Мой прадедушка вступил в Лиды Красной Армии. До 1943 года он служил на Дальнем Востоке. Моя прабабушка в это время работала в родном врачу в больнице в поселке Овсища. Григорий тоже очень гордится своим прадедом, который участвовал в боях под Оржевом. У меня прадед, оба прадеда принимали участие в боевых действиях. Дедушка жил до конца жизни с осколком в колене. И мы должны развиваться, идти вперед и помнить о том, что совершал наш народ, и помнить о своих прадедах. Помимо фильмов, на фестивале звучали стихи и песни. Анжелика распевается перед своим выходом. В ее исполнении прозвучит песня из кинофильма «Белорусский вокзал». По мнению старшего поколения, мероприятия такого формата очень важны для современной молодежи. Это очень важно, потому что они уже не знают, ну как, у них нет ни дедов, ни правнуков, которые, они молодое поколение. У нас в семье уже никто не участвовал в войне, потому что они, вот, а тем более, знать это детям надо обязательно, чтобы такого не повторилось. В Тверской области в настоящее время идет подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Одним из центральных событий станет открытие Ржевского мемориала советскому солдату. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших под Оржевом. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области.